всем привет меня зовут марина и я риэлтор в калифорнии а это наша вторая серия из рубрики города бы эре и сегодня я вам расскажу и покажу город волны крик сегодня вы узнаете почему же он так популярен у русскоговорящего населения и не только давайте рассмотрим все особенности города и попробуем ответить на вопрос чем же так привлекательный полный крик мы поговорим про расположение волнат крика его особенный климат безопасность доступность общественного транспорта наличие рабочих мест школы парки развлечения и конечно же простое вместе жилья для аренды и покупки население волнат крика составляет около 70 тысяч человек средний возраст проживающих в городе 48 лет средний доход на семью составляет 105 тысяч долларов в год около 54 процентов жителей города находится в супружеском союзе это очень семейный город почти 33 процента жителей города иммигранты и интересный факт что 53 процента живут в своей собственной недвижимости и 47 процентов либо снимают жилье либо живут с родственниками волнат крике проживает около 70 процентов белого населения около 15 процентов азиатов и 15 процентов представителей других рас по сравнению с 2010 годом население увеличилось почти на 10 процентов уровень безработицы в городе всего лишь пять процентов погода волнат крике очень отличается от погоды в сан-франциско здесь совершенно другой климат если сан-франциско ветрено прохладно и туманно то волнат крик действительно жаркий и летом температура может быть и 40 градусов но все-таки в основном это плюс 25 плюс 35 прямо вот таких жарких дней их немного их не более 20 и еще одна уникальная особенность волнат крико то что ночная температура может быть плюс 12 14 а дневная в этот же самый день плюс 25 плюс 35 огромная разница и я это очень люблю потому что когда я просыпаюсь утром всегда свежо и прохладно а вот как раз днем уже после 11 утра становится жарко на улице но как правило мы не гуляем в это время и уже после шести опять же температура начинает спадать и вечером практически всегда хочется одеть кофточку я бы даже сказала что мне не хватает вот этих теплых вечеров когда ты можешь выйти футболки и посидеть на бэк-ярде в основном после шести уже становится прямо вот прохладно и еще момент насчет зимы зимой все-таки редко редко температура опускается ниже нуля очень мало дней когда мы можем увидеть и не на траве и не на крыше в основном это теплая погода около дневная плюс 12 плюс 15 ночная плюс 3 плюс 6 но когда сюда переехала я не могла очень долгое время адаптироваться потому что на солнце жарко и когда ты в плюс 12 выходишь и достаточно хорошо тебя нагревают солнышко тебе жарко ты заходишь в тень тебе холодно и вот этот перепад температуры в тени и на солнце я никак не могла понять да что же такое почему же дети ходят зимой футболки а я хожу в пуховике и постоянно его то снимаю то одеваю вот такая вот особенность климата волнат крик расположен на востоке от сан-франциско и окланда является одним из городов части вокруг залива называемый east bay что переводится как восточная бухта дорога до сан-франциско расположенного всего лишь в 25 милях проходит через тоннель caldecott проложенного через горы в бёркли а также вам нужно будет проехать по платному мосту бэй-бридж стоимость поездки составит от 3 до 7 долларов в зависимости от дня недели и количество людей в машине если вам повезет и не будет трафика то дорога займет всего лишь 30 минут ну а в час пик вы можете потратить и два часа простаивая в пробках поэтому многие люди работают сан-франциско пользуются бартом бард это система общественного транспорта по своей сути очень похожие на метро только наземное метро и от станции барта волнат крик до станции баркадера в сан-франциско дорога в среднем занимает всего лишь 35 минут волнат крике находятся две станции барта одна станция расположена вблизи от даунтауна и вторая станция на границе с соседним городом pleasant hill с парковкой на станции барта не так все просто желающих припарковать машину гораздо больше чем количество парковочных мест поэтому многие предпочитают дойти пешком до барта или доехать на велосипеде до станции припарковать велосипед на станции барты стоит всего лишь пять центов в час и это специальные места для парковки именно велосипедов мы уже упомянули что волнат крике есть разные районы и сейчас бы я хотела сакцентировать внимание на том что волнат крике в городе в самом волнат крик есть так называемая она инкорпорейтед эйрея что это значит что и мерженси сервисы которые обслуживают именно эту зону вот сейчас мы стоим недалеко от станции барта в плазент хилле даже если ваш адрес будет город волнат крик и это ан инкорпорейтед эйре то все и мерженси сервисы будут к вам приезжать из контр-коста каунти и соответственно все законы и все коды будут действовать не города волнат крик а здесь а именно от контр-коста каунти в которой находится город с чем с чем а с велосипедными дорожками волнат крике проблем нет через город проходят три основных больших асфальтированных трейла по которым вы можете просто прокатиться на велосипеде на самокате а может быть прогуляться со своим ребенком в коляске самые популярные асфальтированные трейлы это iron horse трейл который проходит от города конкорд до плезентона и его длина составляет целых 32 мили также через город проходит контр-коста канал трейл и игнашу канал трейл волнат крик богат не только своими трейлами но и огромным количеством парков их здесь 19 и самый большой и известный это хэзер фарм парк в парке несколько лет назад обновили детскую площадку и сейчас она является одной из самых больших и красочных во всей контр-коста каунти также здесь есть пруды с утками гусями черепашками а если вам повезет то вы даже можете встретить семейство выдор одной из достопримечательностей волнат крика является розовый сад который также расположен на территории хэзер фарм парка а еще здесь есть огороженная площадка для выгула собак где не только ваши питомцы могут завести себе друзей несколько полей для спортивных игр теннисные корты бассейн и множество дорожек для прогулки вдоль всего парка а еще у меня есть одно секретное место это кассел рок парк здесь огромное количество трейлов столиков для пикника по тени вековых дубов поля для игры волейбол баскетбол открытый бассейн для всех желающих с лежаками в тени вход для взрослого стоит всего 4 доллара а для ребенка 2 также здесь вы можете посетить небольшую частную ферму с домашними животными ну и конечно же нельзя не рассказать про маунт диабло стоит парк вы можете подняться на самую вершину горы на машине и просто наслаждаться умопомрачительным видом но подняться не так уж и легко дорога не для людей с плохим вестибулярным аппаратом уж очень извилистый серпантин но она того стоит сама гора не такая уж и высокая как кажется на первый взгляд всего лишь 1173 метра в высоту но так как гора окружена низкими холмами и плоскими долинами то вид отсюда просто сногсшибательный здесь также множество трейлов и есть кэмп граунд мой муж любит забираться сюда на велосипеде а точнее спускаться на огромной скорости а вот насчет нравится ли ему подъем в гору это мне нужно у него уточнить одним словом волна крике есть абсолютно все для активного отдыха отдыха с детьми и отдыха на природе а сейчас я хочу вас познакомить с валентиной мы встретились несколько лет назад на одном девичники волны в крике из этого момента валя объездила все города бээрии потому что валя детский аниматор уже у моих детей она провела несколько праздников и у детей моих знакомых а сейчас еще ували огромный проект она воссоединяет и объединяет наши русскоговорящие комьюнити среди взрослых и самый главный момент вале живет уже много лет волна в крике и может именно волнат крик сравнить с другими городами бэрии пойдем знакомиться привет это к тебе сегодня рада видеть сто лет тебя не видела взаимно наконец-то встретились да я тебя вижу только на детских днях рождения и на взрослых играх да и на взрослых теперь и на взрослых играх до детские дни рождения всюду-всюду то здесь то там из бэй бэрия очень всюду-всюду-всюду-всюду валя давайте мне скажешь почему именно выдави почему это оказалось место куда-то решила меня сегодня пригласить это маленькое приятное уютное место я бы сказала что это любимое женское место французские всякие закуски вина в общем очень приятное место и плюс возможность посидеть на свежем воздухе в принципе в такой тишине если можно так сказать и здесь плюс рядышком есть отличный фонтанчик красиво в котором тоже нужно можно надо посидеть поменять фонтанчики фонтанчики рядом с фонтанчиком любимое место моих детей слушай давай теперь подумаем чтобы ты такое могла бы отметить какие-то любимые места в городе вот что тебе здесь нравится больше всего куда ты хочешь возвращаться вот снова и снова ну я бы сказала так здесь недалеко дантауна есть civic парк это если с точки зрения семейного времяпрепровождения с детьми downtown рядом ты в любой момент захотел вот с детьми там погулял захотел пришел сюда почему нравится civic парк ну там есть библиотека это безладно сюда бесплатно public library там есть кофе вместо да скажем в кофе шап потому что во многих других площадках и здесь много парков ну вот к огнем с огнем вот каждый раз я помню когда были дети маленькие ну уж боже ну где взять этот кофе но хоть где-нибудь спасите меня нигде нет то есть множество большое количество других парков этого не здесь все рядышком компактно с детьми зашли библиотеку взяли книжечки пришли туда взяли йогурт взяли себе кофе кто что смог себе взять захотели прогулялись там рядышком есть пожарная часть которая для детей вас всегда очень радостно полицейская как бы станция не так далеко находится то есть это все находится вот 5 минут пешком да и часто в севик парке во второй половине дня на такие вот как собрание или как-то называется собираются те же самые полицейские машины пожарные машины и какая-то информация для детей то есть такое общение детей с такими интересными профессиями с моим детям это очень нравится вот сейчас совершенно случайно вспомнила про линдзи байдлайф музей ты туда ходила детьми там как раз рядышком находится ларки парк детские площадки плюс там есть water парк в котором тоже можно дети разных возрастов купаются игра с водичкой по сезону wildlife да это хороший такой маленький музейчик то есть там разные птицы разная живность все это вблизи увидеть я когда первый раз попала ну то есть у нас такая вещь для того чтобы это ведь нужно идти в зоопарку это прям большое что-то ехать а здесь вот себе маленький музей в котором так аккуратно они смотрят даже можно потрогать каких-то можно потрогать на кого-то можно со стороны посмотреть совы вот эти вот какие-то уникальные виды это все там рядом есть но почему именно волнат крик что ты здесь любишь больше всего и представляешь ли ты свою жизнь вне волнат крика честно наверное нет не представляю потому что волнат крика это дом это место такое духовное куда я вот я приехала сюда и сразу почувствовала как будто я должна была здесь быть да я встретила здесь своего любимого человека мы построили здесь свою семью появились идеи создания бизнеса в общем очень много разных аспектов появились первые друзья знакомства духовные места какие-то и плюс это такое место в котором есть все есть погода температура есть озера есть природа которая устраивает то есть захотел пустыню потому что куда-то в другую сторону захотел более какие-то зеленые поля ты попал туда захотел в лес все это здесь есть и плюс это такое место которое тебе грубо говоря отсюда до сакраманта час отсюда до любой точки там боярии одарены до маунтингью час тебе рядышком доехать до океана тебе не так далеко доехать до таха и не слишком далеко да то есть новый год хочется снег уехал и рядом находится на это не то что если ты живешь где-то там из другой стороны то тебе это все полтора часа здесь рядышком находится бренд то есть все что в принципе нужно захотел туда захотел сюда ты находишься в центре каком я сказала бренд это что там бренд бренд вот это сады фрукты ягоды в общем кто скучает по этому поводу просто время препровождения погулять все это то есть на по это вина дегустации девичники какие-то романтические встречи свидания это я рада что ты тут счастлива тоже очень рада это действительно место моей души спасибо тебе валь огромное до встречи на детских праздниках и на взрослых буду ждать пока ну что мы разобрались с вами с отдыхом с детьми с активными развлечениями на природе а теперь давайте разберемся что же здесь шопингами ресторанами и барами вы знаете волнат крик это один из городов из пригородов сан-франциско где жизнь кипит и днем и ночью сейчас покажу одно секретное место очень многих русскоговорящих ребят в волнат крике и кстати сюда приезжает не только звонок крик а магазин в лейблс если вы хотите себе сумочку луи бетон что-нибудь фэнди гуччи дольче габбана в этом магазине это все можно купить бэушная реально в 10 раз дешевле я этого не делаю но я знаю что многим это нравится и многие здесь отовариваются я вот так вот прохожу всегда мимо смотрю и думаю но мне тоже конечно нравится но если я одену такие прекрасные потрясающие сапожки далеко ли я уйду никуда не уйду множество крупных магазинов и маленьких ботиков фермерские рынки рестораны бары и даже несколько ночных клубов один из моих любимых это dance для любителей театральной и культурной жизни будет приятно узнать что здесь в даунтауне волнат крика есть лешер центр for the arts на сцене которого вы можете увидеть театральные постановки спектакли даже выступления музыкальных коллективов если вы планируете поддерживать русский язык у подрастающего поколения то вы будете приятно удивлены какое количество кружков на русском языке находится волнат крике и в ближайших городах это русский детский театр сказка образовательный математический театр дважды два знайка в котором также право проходят уроки математики и русского языка волнат крике естественно не только кружки на русском языке а также множество других кружков для деток это не только бассейны это не только маршал арт это и танцы и акробатика в общем на любой вкус детям здесь скучать не придется если вы соскучились по вкусу еды так знакомы нам с детства то в волнат крике в даунтауне есть русский магазин бабушка давайте зайдем в гости хозяину магазина леониду и познакомимся с ним поближе здравствуйте ну что мы пришли к вам в гости можно сказать как на родину попали прекрасно майонеза творог кефир мы с вами хотим поговорить мы открылись в девяносто шестом году 1926 году не понимая толком что такое русский магазин в америке почему не понимать потому что я был летчик отлетал 23 года 10 лет в афганистане вот и мы приехали я думал что я буду летать но для того чтобы летать нуж был паспорт а паспорт только по истечении пяти шести лет мы получили поэтому дети росли мама были живые надо было всех кормить и решили открыть русский магазин и получилось что очень успешно потому что мы все готовились назвали бабушка потому что мы все рецепты используем бабушкины а у вас на кулинарии вы до сих пор сами готовим все готовится вот и салатики это все приготовленного не каждый день каждый день все свежие все новые мы делаем кеттеринги мы обслуживаем людей мы обслуживаем стариков очень много потеряли кеттеринга потому что мы кормили google apple по 300-400 человек в день сейчас работа 20 сейчас все работает из дома мы потеряли кеттеринг но не останавливаемся и пытаемся двигаться с новыми силами леонида а скажите нам пожалуйста вы один из самых долгожителей 25 лет только вашему магазин а вот за эти 25 лет вы говорите все поменялось вот если говорить 25 лет назад кто к вам приходил в магазин и кто приходит сейчас бабушки и дедушки были 25 лет назад и сугубо русские люди которые понимали что такое русские продукты сегодня конъюнктура поменялась полностью очень много кастомеров с восточной европы и очень много американцев жизнь прекрасно и удивительно приходите в бабушку на корни я смотрю что все написано на английском языке она все производится перевозка очень дорогая и старорусские я их так называю которые приехали в в 85 80 году они поставили фабрики в районе нью-йорка и эти фабрики производят чисто русские рецепи отлично только что почему не подписали и только что вот она же всего ухты как здорово а кто это прислал вам это из россии это ветераны 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 прямо с россии прикольный а что можете нам еще интересного рассказать за эти 25 лет как поменялся волнат крик вам открыть поменялся полностью вам лучше стороны в среднюю 100 среднюю сторону что поменялось что-то хорошо что-то плохо старый волнут крик он был более спокойный более содержательный сейчас это более молодежный более шумный город в общем волнут крик это хорошее тихое спокойное место спасибо огромное леонид нам очень приятно что мы вас встретили и вот валя нам рассказал свою историю чтобы не просто хозяин магазина с едой вкусной но еще и такой уникальный человек для нашего русского комьюнити спасибо спасибо вам большое хочу поделиться еще одной великолепной находкой это новая винодельня прямо в волнат крике где вы можете забронировать столик и провести прекрасный вечер в кругу любимых с видом на молодые виноградники здесь также работает кухня и вы можете насладиться не только вином но и хорошей едой с досугом и развлечениями мы с вами разобрались а теперь подошло время поговорить про школы именно этот вопрос волнует большинство родителей которые переезжают волнат крик какие же здесь школы в городе три скул дистрикта волнат крик скул дистрикт маунт диабло скул дистрикт и совсем небольшая часть города относится к сан рамон скул дистрикт в основном все школы имеют высокий рейтинг выше 7 баллов по десятибальной шкале и совсем небольшая часть города относится к школам маунт диабло скул дистрикт которые находятся в городе конкорда и эта школа с невысоким рейтингом 2 3 и 4 балла и соответственно школа сан рамон скул дистрикт это 9 10 баллов по десятибальной шкале вы наверное уже знаете о том что дети идут в школу по месту проживания соответственно если вы живете вот в этом конкретном районе и к нему приписаны эти конкретные школы то вы идете именно в них и здесь прослеживается тенденция что если школы 9 10 баллов то и дома относящиеся к этим школам будут стоить дорого соответственно та часть волнат крик а которая относится к школам конкорда она дешевле и дома и жилье дешевле и также апартаменты в аренду будут дешевле именно в этой части города мы с вами очень плавно подошли к вопросу интересующему большинство людей а именно сколько же стоит жилье для аренды и покупки волнат крике давайте с вами немножечко остановимся на безопасности в городе и это поможет нам ответят на вопрос почему в одних районах жилье стоит два с половиной миллиона а в других полтора миллиона а в некоторых и 500 тысяч по шкале от 1 до 100 уровень жестоких преступлений по волнат крику составляет 11,7 баллов при среднем показатели по сша 22,7 балла а вот уровень преступления против собственности составляет 48,5 балла при среднем уровне таких преступлений по сша 35,4 балла одно из самых распространенных преступлений в городе угон или взлом дорогих машин как известно большинство преступлений случается недалеко от станции барта фривеев и в коммерческих зонах спальных районах это как исключение из правил поэтому все стараются жить и покупать жилье и также снимать жилье в более тихих районах все-таки пути отступа у преступников отсюда гораздо сложнее также шумные улицы проездные улицы они всегда менее востребованы у людей около парковок около коммерческих зданий около школ всегда жилье стоит немножко дешевле чем жилье точно такое же на более тихо спокойной улице также на кортах калды саках люди стараются покупать жилье не потому что улица тихая и спокойная а все-таки каждый человек смотрит и друг друга знает в сша очень распространено такое понятие как нейборхуд watcher это человек который следит за порядком районе моем районе где живу есть такой потрясающий мужчина пенсионного возраста эдвард и он два раза в день всегда стандартно на своем мопеде объезжает район и смотрит все ли в порядке все ли люди ему известны нигде ли мусор не валяется и этот человек первый если видит что-то вот не так вдруг не дай бог какой-нибудь бездомный решил заглянуть или еще что-то он сразу же сообщает в полицию об этом средняя стоимость своего дома волна ткрики с тремя спальнями и двумя ваннами составляет 1 миллион триста тысяч дома с четырьмя спальнями и двумя и более ваннами в среднем один миллион шестьсот семьдесят пять тысяч стоимость кондо значительно ниже в среднем кондо с двумя спальнями будет стоить около 500 пятьсот пятидесяти тысяч а вот стоимость таунхауса с тремя спальнями уже будет более 800 тысяч стоимость аренды жилья в городе будет зависеть снимаете ли вы апартамент в комплексе или у собственника кондо таунхаус или дом на сегодняшний день стартовая цена на кондо или апартамент с двумя спальнями будет около двух тысяч двухсот долларов в месяц чтобы снять дом это минимум три с половиной тысячи в месяц дом будет не в самом лучшем состоянии не будет нового ремонта если новый ремонт и новая бытовая техника то в среднем четыре тысячи в месяц сегодня мы познакомились с вами с городом волнат крик одним из благополучных пригородов сан-франциско мы этот город увидели очень семейными его спальных районах и в то же время очень активный яркий красочный даунтаун где жизнь кипит вечером и даже ночью я надеюсь что сегодняшняя серия была полезна для вас если у вас остались вопросы по городу пожалуйста напишите их в комментариях под этим видео ставьте лайки и увидимся с вами в волнат крике и следующих сериях пока надеюсь увидится с вами скоро пока пока